Новосибирские ветеринары спасли необычного питомца с онкологическим заболеванием. Пациент – африканский карликовый ёж. Ему сделали сложную операцию и пришлось ампутировать лапу. Подробности в сюжете Екатерины Стывко. Малыш, вот держи, смотри, какой тут вкусный. Ой, молодец какой, кушает. Ёжик и Клер с аппетитом поедают сушёных тараканов. Съесть может хоть 10 штук. Правда, любимое лакомство хозяева дают нечасто. В его возрасте важно следить за фигурой. Зверьку 3,5 года. По ежинам меркам уже пенсионер. В семье Бобровых необычный питомец появился случайно. Знакомые родители переезжали в другую страну, в Германию, но при перелёте не успели сделать на него документы. Звали мы его Эклер, потому что он когда приехал, и мы его посадили в клетку, он осмотрелся и разлёгся, так вытянулся, был похож на пирожное. Целых два года питомец радовал новых хозяев добрым нравом и мелодичным фурчанием. Правда, к распорядку дня пришлось привыкать. Ёжик – зверь ночной, поэтому в доме ему выделили целую комнату. Здесь стоит его клетка с любимым спортивным инвентарём – колесом. Каждую ночь ёж пробегает минимум 10 километров. Несколько месяцев назад ёжик захворал. На передней лапе появилась рана, которая никак не заживала. Варвара обратилась к ветеринарам. Диагноз – онкология. Потребовалась срочная операция. Хирургия заключалась, к сожалению, только лишь в ампутации конечностей. Максимальное время, которое мы можем затратить именно на хирургическое вмешательство – это минут 20. Вес маленький, они очень быстро теряют температуру. Это очень осложняет, в принципе, выход из наркоза, угрожает жизни, если долго хирургия. Сложно не только прооперировать маленькое животное, говорят ветеринары, но и верно рассчитать дозировку препаратов для наркоза. Ведь весит ёжик всего около 300 граммов. Вот здесь должна быть лапка, вот она. Её здесь нет, вот только три. Когда врач позвонила, сказала, всё, мы провели, он очнулся, он проснулся от наркоза, даже, знаете, слёзы радости были. Эклеру пришлось заново учиться ходить. Первое время часто падал, вспоминает хозяйка, но сейчас шагает шустро и ночами даже бегает в колесе. Питомец ещё и покоряет соцсети. В его аккаунте уже около 4000 подписчиков. Работать с камерой ёжик любит, ведь после съёмок всегда получает сушёных тараканов. Екатерина Стывко, Борис Гладких, Новости ОТС. Борис Гладких, Новости ОТС.